Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, сегодня у нас завершающий выпуск футболистов через 5 лет именно с испанцами. И сегодня у нас последний на очереди это Мунир. Игрок Барселоны, который начнет именно с аренды в Депортиво. Посмотрим, чего он достигнет через 5 лет. Поехали! Итак, закончился первый сезон за Мунира. Депортиво Алавес занял 13-ю строчку и Мунир вернется после аренды в Барселону, которая заняла первую строчку. Кубок Испании выиграл Мадридский Реал, обыграв финале Атлетика по пенальти со счетом 4-3. Депортиво Алавес вылетел в 1-8 от Лиганеса со счетом 2-3. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв финале Барселону со счетом 1-0. Лигу Европы выиграл Атлетика Мадрид, обыграв финале Сибири со счетом 5-4. На чемпионат мира 2018 года Испания квалифицировала со второй строчкой, но Мунира не взяли в заявку в сборную. Итак, на чемпионате мира в группе G Испания вышла с первой строчки вместе с Южной Африкой. В 1-8 они обыграли Польшу со счетом 3-0, а в четверть финале вылетели от итальянцев со счетом 2-1. В финал победила Бельгия, обыграв итальянцев 3-1. Бельгия стала чемпионом мира. Итак, закончится второй сезон из Муниры и Барселона заняла третью строчку, чемпионом стал Эспаньол. Кубок Испании выиграла Реал, обыграв финале Барселону со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Атлетика со счетом 2-1. Лигу чемпионов снова выиграла Бавария, обыграв финале и снова Атлетика Мадрид 2-1. Барселона вылетела в 1-8 по пенальти от Арсенала со счетом 4-3. Лигу Европы выиграл Интер, обыграв финале Челса со счетом 1-0. Итак, закончился третий сезон за Муниры и Барселона заняла третью строчку, чемпионом стал Атлетика Мадрид. Кубок Испании выиграл Мадридский Реал, обыграв финале Атлетика по пенальти 5-4. Барселона вылетела в четверть финале от Реал Соседада со счетом 3-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв финале Интер со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв финале Манчестер Сити со счетом 1-0. Барселона вылетела в четверть финале от Баварии со счетом 2-1. Лигу Европы выиграла Рома, обыграв финале Лейпциг со счетом 2-1. На чемпионат Европы сборная Испании квалифицировалась с первой строчки, но Мунира в заявку не взяли. Итак, на чемпионате Европы сборная Испания в группе B заняла вторую строчку и вышла вместе с Бельгией. В четвертьфинале сборной Испании снова попалась Италия, но они их по пенальти обыграли со счетом 5-4. В полфинале они обыграли англичан со счетом 3-2 и в финале обыграли немцам со счетом 3-2. Испания становится чемпионом Европы. Летом Мунира подписывает лондонская Челси. Итак, заканчивается третий сезон за Мунира. Челси занял третью строчку чемпионом Толт Тоттенхэм. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Челси со счетом 2-0. Кубок Лидии Англии выиграл Челси, обыграв в финале Манчестер Юнатид со счетом 2-1. В Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв в финале Рому со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграл Манчестер Юнатид, обыграв Атлетико Мадрид со счетом 2-1. Барселона вылетела в 1-8 от Баруси Дортмунд со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Челси, обыграв в финале Реал Бетти со счетом 2-1. После ухода Мунира из Барселоны, Барселона стала чемпионом Испании. Итак, на Кубке Конфедерации в группе А Испания не вышла, из группы вышла Бельгия и Бразилия. В финале бразильцы обыграли бельгийцы со счетом 2-1. Итак, закончится последний сезон Замунира и Челси занял 13-ю строчку, чемпионом стал Сангемптон. Кубок Англии выиграл Эвертон, обыграв в финале Лестер со счетом 3-1. Кубок Лиги Англии выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Челси со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Лигу Чемпионов выиграл Лион, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 1-0. Лигу Европы выиграл Манчестер Сити, обыграв Испаньол со счетом 2-1. Челси вылетели в 1-8 от Лестера со счетом 5-2. На чемпионат мира 2022 года сборная Испании квалифицировалась со второй строчкой и выходит вместе с бельгийцами на чемпионат мира. Мунира в состав не взяли. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...